Душа Душа мира питается счастьем человеческим. Счастьем, но также и горем, завистью, левностью. У человека одна единственная обязанность – следовать своей судьбе до конца. В ней все. И помни, что когда ты чего-нибудь хочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Всегда с людьми, кем бы ни был спортсмен, кем бы ни был он, какие бы высоты он ни достигал, я остался человеком. Соответствовать, скажем, человеческому образу, то, что Господь создал у нас, мы создаем по образу и подобию Божию, поэтому мы должны соответствовать. Я могу сказать, что когда-то я был человеком, который ставил для себя очень много целей. А когда есть очень много сил и много желания, то, естественно, его надо куда-то бивать. И у меня всегда было много сил, я ставил много целей. А потом я понял, что цель должна быть одна. Одна главная большая цель – это самое главное в жизни любого из нас, то, что включая. И при этом я уверен, что у всех людей, у всех людей есть желание. Это я уверен на сто процентов. Просто большинство тех, у которых нет целей, они не знают, как это желание переформирулировать, переформатировать в цели. Если есть мечта, оберегай. Люди, которые чего-то не могут, будут уверять, что и у тебя нет. Наставился – добейся. И точка. Это сказать себе внутри, что это возможно. То есть поверить в то, что это возможно для тебя. А это возможно для любого человека. Посмотри на любого великого человека. Все начинали с нуля. Все начинали с нуля. Поэтому каждый должен знать, что все достижимо. Значит, первый этап – признать, что есть желание. Второй этап – поверить, что оно достижимо. И третий этап – из желания сделать цель. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Не ты, не я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Совсем не важно, как ты ударишь. А важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти – иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери свое. Но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить. Я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы, а ты не трус. Быть этого не может. Но только тезис заключается в том, что айфонные шмоточные цели быстро себя исчерпывают. Потому что вторую машину вы уже не купите с таким кайфом, как первую. Пусть даже девятую. Но зато первая, особенно когда она стала в вашей зоне достижимости сейчас, это очень важно, чтобы вы сейчас не просто играли в бизнес, а вы делали это ради чего-то. Она дает вам энергию. Но вот вы уже купили машину, вот у вас уже есть эти шмотки. И часто с людьми происходит такое, что мы берем круче машины и круче шмотки, круче ресторан и движемся горизонтально. Все время находимся перед выборами или возможностями и желаниями, или то, что мы должны делать и привыкли делать. Выбор есть у каждого из нас. Я сейчас тоже нахожусь перед выбором. И каждый момент жизни перед нами открываются, перед каждым человеком, новые возможности. И старая жизнь, старые шаблоны, стереотипы, зона комфорта, которая мешает ему сделать этот шаг. Есть специальные технологии, которые позволяют очень подробно подойти к этой работе, что именно выбрать. Я советую простой способ, очень простой способ. Простой способ — это перенестись в конец своей жизни и представить два варианта пути. Первый вариант пути, что ты ничего не делаешь, ты продолжаешь идти старыми схемами. И как бы экстраполировать, продолжить линию своей жизни, если ты будешь продолжать идти по этому пути. И вот конец жизни, который всех нас ждет. Бах! И ты смотришь, ну да, вот была моя жизнь. Вот так я шел. Второй вариант — ты смотришь, а если я все-таки сейчас рискну? И вот слово «рискну» — оно очень такое, вот знаешь, пугающее. Да, бесплатно, что ли я. Человек, что значит, думает? Я рискну. Он себе представляет, что будет, если будет хорошо, и что будет, если будет плохо. И он выбирает между двумя выдуманными историями, между двумя иллюзиями. И он сам оценивает величину риска. Да, он не знает, как будет. Мы не знаем, что завтра с нами будет. Я прихожу домой, захожу в квартиру, в которой, кстати, не суперремонт. И вижу ботинки встопленные. Вижу сумку мамину, потрескавшуюся с кожей, где нитки торчат между трещинами кожи. И не потому, что моей маме пофигу на шмотки. Нет. А потому, что у них, как я тогда узнал, было 12 тысяч рублей на двоих, из которых шесть они отправляли моей сестре. И мне ни слова не говорили. А я, молодец, делал им подачки такие, знаете, телек подарю, как Петя рассказал. Телек подарю, что-то еще там отвалю. Я понимаю, вот эти вот, вот эта вот сумка, вот эти вот эти, и Ауди, которые глохнят. Ребята, никакие кальяны, никакие девочки, никакие шмотки, Дольче Каббаны, ни машины. И сравнились тогда с той огромной массой энергии, которая выплеснулась. Тогда, когда я понял, что я же могу, на самом деле, и мог уже давно, сделать так, чтобы они жили по-другому. Чтобы они жили кардинально по-другому. Потому что мне 25, а им 50. И на моей голове несколько седых волос, а на голове моего отца уже все седые волосы. И они всю жизнь вложили в меня, а я живу в шмотках. Ну, еще раз. Мы не отрицаем этот шаг. Не надо его перепрыгивать. Но тогда энергии высвободилось не 20 тысяч, как сумка Эрмес. И не 50 тысяч, как машина. А сотни тысяч. Миллионы. Потому что тогда я начал вспахивать, чтобы срочно поменять машину от сумки. Срочно. Избавиться от этой Ауди 80, потому что я знал, что я это могу. Некоторые думают так, знаете, такие философы. Типа, все это же милые, кашмотки. Ну, как-то это мелко. А вы думаете так, потому что у вас они были, или потому что у вас их еще не было? Это большая разница. Мир состоит из умных, из глупых, из сильных, из слабых. Из тех, кто может свою судьбу перевернуть. Из тех, кто по течению плывет. Вот я смог, ты смог. Не заработал на этой девушке, не заслужил. Разве можно счастье заработать? Да можно и нужно, понимаешь? Вы еще первый шаг не закрыли, вы сами на ноги не встали. Поэтому ваш мозг не пускает вам эту мысль. Он не открывает для нас эту, ну, эту возможность. Понимаете? Потому что ты сами с голой жопой. Потому что вы сами хотите наесться. И потом, когда потребности родителей были закрыты, в принципе, в голове освободилось место для других целей. Потому что возникла новая уже причина для каких-то действий более глобальных. Вы быстро выясняете, насколько сильны и энергичны и прочее. Но весьма вероятно, что есть люди, тело которых настолько же хорошо развито, как и ваше. Они так же хороши. Их мускулатура, они выполняют те же упражнения, у них, ну, такие же пропорции, вы понимаете. И возникает вопрос, а что выделяет победителя? Это разум, который визуализирует тело, приводит его к завершенному виду. Я проводил семинары на тему, как стать чемпионом. Я всегда интересовался у слушателей. Почему ты хочешь стать чемпионом? Чего ты хочешь достичь? Почему ты тренируешься? И люди выходили и отвечали. Я тренируюсь потому, что считаю, что если я стану мускулистом и буду соответствовать некоторым представлениям о развитии, то я, вероятно, смогу вступить в состязание по бодибилдингу. Садись. Если ты мыслишь таким образом, ты проиграешь. Ты никогда не достигнешь, потому что нет возможно. Ты должен встать и сказать, я хочу быть чемпионом. И я сделаю все, что потребуется для этого. Часы работы, позирование, то, это, визуализация, поиск способов тренировки, чтение литературы для мотивирования, чтение прочей литературы. Все, что потребуется, я буду делать. Вот ответ, который мне хочется слышать от вас. Таким образом, и эту жажду необходимо развивать. Необходимо задаться целью, что бы это ни было, краткосрочной цели и долгосрочной. И нужно идти к ним. И если вы не видите этого, не верите в это, то кто поверит? Я знаю, что и больше. Действуйте, побеждайте и помните про свои интересы. Она вас обманывает. Ты можешь только тебе решать. Только тебе и никому больше. Ты должен играть. Я не еду в Канаду. При чем здесь Канада? Ты что, ради Канады играешь, да? Ради славы и наград? Да ты жить должен. Понял? Жить и не ради Канады. Жить и играть. И делать выбор, Валера, каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok